OpenDNS – это Роскомнадзор здорового человека. Блокировать какие-то ресурсы – это не всегда плохо. Иногда это бывает полезно, когда блокируют не вас, а вы. Но действительно есть понятие родительского контроля – оградить детей от вредной информации. А сейчас, кстати, и родителей от Соловьева. Ряд ресурсов можно блокировать на работе для подчиненных. И сделать это можно достаточно просто и даже бесплатно с помощью сервиса OpenDNS, который, кстати, в свое время купила CISCO. То есть сервису можно доверять. Сервис переименовали в CISCO Umbrella и это вызывает небольшую путаницу, потому что кажется, что сервис платный и есть только 14-дневный триал. Но на самом деле для домашнего использования CISCO оставила бесплатную версию и даже оставила ей прежнее название. И найти ее можно здесь. Регистрируемся и выбираем, на каком девайсе будем настраивать фильтрацию. Вообще, конечно, идеальный роутер, потому что сразу на все девайсы сети. Но я тут сижу на чужом роутере, поэтому поставим защиту на уровне компьютера. Здесь, собственно, описано, что делать в Windows 10. И это все мы сейчас с вами и проделаем. Если у вас другая операционная система – ищите свою, но в целом тут все примерно одинаково. Вам, собственно, нужно заменить DNS сервера с тех, что предоставляет провайдер, на сервера от OpenDNS. Не будем вдаваться в технические детали, но вроде как пишут, что сайты будут открываться даже быстрее за исключением тех, что не будут открываться вовсе. Значит, вам нужно заменить по IPv4 DNS сервера. А для этого правая кнопка мыши на кнопке пуск, сетевые подключения, настройка параметров адаптера и выбираете свой адаптер. Ну, с помощью чего вы выходите в интернет. Правая кнопка мыши и свойства. Тут вот IPv4 и еще раз свойства, использовать следующие DNS сервера. Возвращаемся к описанию и копируем номер 1, Ctrl-V и номер 2. Окей. Закрыть все. Тут он пишет, что надо бы обновить кэш в системе и кэш браузера. Ну давайте кэш системы обновить. Без этого просто изменения вступят в силу где-то в течение суток, пока не обновится кэш. Вам нужна командная строка от имени администратора. Нужно воспользоваться powershell и тут нужна команда ipconfig slash flash dns. Почистить DNS. Так, но это еще не все. Теперь надо подтвердить имейл, чтобы зайти в систему OpenDNS. Чтобы они поняли, что человек, который стучится к ним на сервера, это вы со своими собственными предпочтениями в фильтрации трафика. Welcome, говорит. Видите, он определил ваш IP-адрес. Ну то есть он понимает, что с этого IP-адреса заходите вы. Хотя нет, пока не понимает, надо добавить сеть в свой аккаунт. И тут тоже может быть проблема. Ставить ли галочку, что у вас динамической IP или нет. Опять же, не касаясь теории, если вы не знаете, можно посмотреть вот здесь. Опять командная строка и команда ipconfig slash all. Тут информация о вашей сети. Все, что есть. И вот тут такая строчка. Аренда получена, аренда истекает. Если даты есть, то у вас динамический IP. А значит оставляем галочку. Но в принципе тут могут быть варианты, поэтому поставьте галочку, не заработает, уберите. Но не забывайте про обновление кэш, то есть подождите хотя бы сутки. Называйте, это для вас и данные. Теперь заходим в сеть и настраиваем уровень фильтрации. Тут их три. Выберем самую низкую, то есть минимальная фильтрация. И о чудо, тут есть возможность добавить собственные сайты в черный список. Можно даже без http. Сайт первого канала. Кстати, можно наоборот исключить сайт из списков OpenDNS. Ну то есть они сайт блокируют, а вам он нужен, вы его исключаете. Но мы добавим сайт первого канала. Кстати, возможно он и так блокируется, не проверял. Да, что значит блокируется? Это значит, что OpenDNS есть какой-то список сайтов в определенных категориях, которые нужно блокировать. Вот эти категории, тут их сейчас выбрано пять. Это низкий уровень блокировок. Вы можете добавить сюда какие-то категории, например, можно заблокировать торренты, или музыку, или игры. А можно наоборот что-то исключить. Я бы, например, исключил прокси. И теперь все сайты, которые OpenDNS маркировал как запрещенные в выбранных категориях, плюс сайт первого канала, который мы сами запретили, не будут открываться на этом конкретном компьютере. Если бы мы вписали DNS в роутере, то на всех компьютерах сети. Кстати, если говорить про компьютер, то как вписать, так и почистить в системе DNS достаточно легко. Поэтому если у вас продвинутые дети или родители, которые могут посмотреть мой скринкаст, заведите на компьютере второго пользователя без админских прав. И раздавайте домочадцам исключительно бесправные аккаунты. Ну и любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.